Ах, черт, мы снова идем. Познакомимся, давайте с ним. Говорят, что весьма интересная игрушка консольного жанра, похожая на старые игры давным-давно в королевстве Арк-эн-Сиэль. Все жили в мире из согласия. Люди, животные и птицы. Даже милые маленькие крольчата. Это было время процветания, не предвещающая войн. Голода и катастроф. Было так. Мучительно. Скучно. Настолько скучно, что даже сам дьявол помирал от скуки. Дьявол мечтал о войнах, чуме, мучениях вселенского масштаба. Он разработал план, призванный сделать жизнь в королевстве немного более интересной. Дьявол наслал проклятие вечной ночи. Могущественное заклятие, призывающее безумных, бездушных и бессердечных монстров по всему миру. Монстры уничтожали города, дома, садовые туалеты и деревеньки в королевстве. Это было прекрасно. Но, почему-то, людям не нравилась их безопас... Нравилась, вернее, их безопасная и скучная жизнь. Им не пришлось по душе мерзкие монстры, нападающие на них и разрывающие их на части. И они призвали своего защитника, великого волшебника. Волшебника, способного снять проклятие и овладеть силой дьявола. Он оставил свою роскошную башню и исследование, чтобы найти силу, необходимую для снятия проклятия вечной ночи. Чудно, сказал дьявол. Посмотрим, кто кого. И кто знает, возможно, такого веселья мне и не хватало. У дьявола был свой защитник, призванный помешать волшебнику. Скупой Джек. Величайший обманщик и мошенник. Чей неупокойный дух обречен бродить по миру. Дьявол поместил душу Джека в тыкву. И предложил сделку. Он пообещал простить грехи Джека. И пропустить его в загробный мир. А взамен... Он дал Джеку простое задание. Найти волшебника. И уничтожить его. Мы будем играть за силы зла? Ха-ха. Да, рисовка на самом деле напоминает... Некоторые игры нулевых годов. Именно консольные. Ха-ха-ха. Так, одну секунду. По звуку. Немножко. Вот так сделаю. Вот эффекты только уберу, а музыку оставлю. Так, окей. Куда идти? Наверное, прямо по дороге. Ах, ммм. До чего докатился этот мир? Дьявол не преувеличивал, когда говорил, что здесь повсюду смерть и разрушение. А драться можно? Драться нельзя пока. Ладно. И что его не устраивает? Сдался ему этот назойливый волшебник. Еще и избавиться от него хочет моими руками прыжок на пробел. Ну, это понятно. И вообще, что это за волшебник, от которого дьявол не может избавиться сам? Нихо себе птица какая модная там. С подсветкой. Говорить. Ух-ух-ух, посмотрите, кто соизволил явиться. В твоей тыкве мозг-то хоть не высох? Мне нравится, как Джек отвечает. Люди умирали из-за меньшую грубость птица. Наглый, непокорный и не лучший, ты производишь первое впечатление, Джек. Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? Я слуга дьявола. И он прислал меня, чтобы следить за тобой. Дьявол не забыл, что ты тот еще плод. Он тебе не доверяет. Главное, не путайся под ногами, иначе на обед у меня будет птичье мясо. Ух-ух-ух, не забывай, кому ты обязан своим новеньким телом. Так, пора тебя кое-чему обучить. Обучить? Ты меня за идиота держишь. А кто многие века был без тела? Разомнись. Не отлынивай, тебе нужно освоиться в своем новом обличье. Окей, где площадка для разминки? Где разминаться? Прямо разминаться? Договорились. Идея неплохая. Кстати, наконец-то мы играем. Обычно в играх так. Отпей из этого котла, первичный бульон не даст твоему телу развалиться. А обычно играешь за силы добра, а тут такие силы зла и прикольные. Так, выпить. Какой бульончик, просто обосрешься, какой классный. Двойной прыжок. А ты знал, что можешь совершать двойные прыжки? Нет, дурень, у тебя же волшебное тело. Ну, логично. Так это что там такое? В некоторых культах черепа воронов приносят удачу и защищают от зла. Договорились. Что-то собирательное. А погоди, там я вижу еще череп ворона. 2 из 20. А если я соберу 20, то что? Мне откроется какой-то перк. Левел повыше себя. А он что там внизу остался? А, он призрачный, я понял. Хе-хе-хе-хе-хе. Окей. Разминаемся. Ну-ка, еще. Череп. Блять. Ёшки-матрешки. Давай мне череп мой. Так, хорошо. Я тут внизу, я размялся. Здорово, сова. Новая контрольная точка. Так-то лучше. Да, супчик просто вообще охерительный. Разбегись и дважды прыгни через реку. Ну, это я сделал. Так. Ух-ух, совсем неплохо, Джек. Вижу, ты уже освоился. Как же здорово снова обрести тело. У меня есть руки, ноги. Отныне придется использовать их по полной. Впереди тебя поджидают монстры. Хотя не думаю, что будет сложно отбиться от них. Что ж, я всегда рад настучать кому-нибудь по тыкве. Но почему они не нападают на меня? Никто не объяснил им, что мы на одной стороне? Почему они на меня нападают, Вернее? Им ничего не объяснить, Джек. Большинство монстров безмоглые и злобные существа. Они друг друга едва различают, не говоря уже о тебе. Тыквы или нет, в первую очередь ты человек. А им больше войны, надо чтобы на тебя напасть. Так вот для чего я понадобился дьяволу. Ему нужен кто-то, кто умеет думать. Наш новый враг умен, Джек. Дьяволу нужен кто-то, не уступающий ему в интеллекте. Понятно. И он не будет против, если я вырежу его монстров. Ух-ух-ух. Они ни на что не годны. Делай все, что считаешь нужным, только выполни задание. Спасибо, совух. Совух. Совух, совух. Договорились. Монстры где? Чем вырезать их? Ёвушки-воробушки. Е уклонение от атак. Так, окей. Это было несложно. Опа. Опа. Иногда, чтобы одержать победу в схватке, нужно обойти ее стороной. Пусть это и не особо весело. А, типа можно было вообще обойти эти... Преграды. Да, можно было. Я не заметил. Сразу. Прошу прощения, дамы и господа. Так. Тихо. Хорошо. Сюда нельзя? Сюда нельзя? Такая немножко коридорная история, но... Мне кажется, она и затачивалась первоначально под геймпад где-то. А это что за ворон такой пиздатый? Ох, она вернулась, вернулась. Спасайтесь, летите без оглядки. Да, опять птицы. Пропустите меня, иначе я всех отщиплю. Не, подходи, пугало. У меня есть когти, и я не побоюсь пустить их в ход. Я не простое пугало, я Джек, величайший из когда-либо живших разбойников. Погодите, у него есть ноги? У пугал не бывает ног. Да и голова его не набита соломой. Видите, я не пугало. Дайте пройти, глупое воронье. Карр, не спеши, в кои-то веки преимущество на стороне пернатых. Мы пропустим тебя, Джек, если ты взамен поможешь нам. Одина на вас нет, чего хотите. У сарая неподалеку часто появляется пугало. Оно уже давно не дает нам покоя, всему вороньему роду угрожает опасность. И вы хотите, чтобы я избавился от одного пугала? Да-да, я тебе в этом даже помогу. Мои крылья быстры, а клюв остер. Хм, поддержка с воздуха точно не помешает. Ладно, птицы, договорились. Кар-кар, ура, смерть злодея из соломы. Хе-хе-хе, на голову сел. Вперед, вперед. Так, мы теперь друзья, да, с воронами? Ну, это хорошо. Че, мы летать можем теперь? За дело, Джек, полетели. У-у-у-у, а он, блин, он полезный. А шо там? Че здесь? Че за граммофон? Нормально. Низкий флекс. Мне нравятся кости, которые падают с небес. Хорош. Что это такое? Обнаружен граммофон? Какая-то книга еще заклинаний, Джек, не хочешь взять ее? Я не знаю, может кто-то из вас играл в эту игру? Не знаю, в детстве. Я помню, у моего друга очень хорошего была Сега Дреам Каст и была игра 101 Долматинец. Мне сейчас вот эта рисовка очень сильно напоминает вот этот 101 Долматинец. Новая контрольная точка. Отлично. Так-то лучше. Где пугало? Пугало где? Пугало где? Воу-воу-воу, мертвяки прям по курсу атакуют меня уже. Вот и первые, первые вражины. Так, пока воронам атакуем. Она вся проржавела, но хоть какое-то оружие. Ахера, ты как, как джаггернал прям. Ну, можно уничтожить. Это пугало. Но она что-то не страшная, в общем. Ага, объекты разрушаемые некоторые. Это хорошо. Выбей дверь, Джек, вложи в удар весь свой вес. Вложил. Новая контрольная точка. Так-то лучше, спасибо. Спасибо, совуха. Так. Окей. Сюда? Ну, наверное, да. 6 из 20. Неплохо, кстати, идем мы. Ой, там какой-то зомби. Бум. Атака. На. Зачем мне к тебе подходить, если у меня есть ворон, который издалека хреначит? Давайте подеремся с одним, что ли. Вау! А, это скелет, это не зомби. Так, это мое. Уклонение нужно использовать. Так. Ебать, это что такое? Здорово. Стойте, 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 не бейте меня. Торговец какой-то. А, ты умеешь говорить? Да, я не причиню вам зла. Неужели? Потому что я вижу перед собой опасное чудовище. Прогнившее, бездушное. Неудивительно, я ведь торговец. А-а-а. Теперь мне еще больше захотелось тебя убить. Нет, нет, нет. Прошу, хотя бы сперва взгляните на мои товары. Что ты продаешь? Кожу. Я сдираю кожу с мертвецов, чтобы другие могли ее носить. А, и одежду, конечно. А, ясно. Ладно же, видно, с тебя скидка. Разумеется. Прошу, взгляните. О, скины? Тыквенный король. Дровосек, ковбой. Это за черепа. Но нам не хватит ни на что больше, поэтому... Давайте возьмем дровосека. У какой? Неплохо. Так, буду дровосеком. Надеюсь. Буду джек дровосек. Норм. Норм торговец. Я думаю, так в каждом левеле будет такой торговец. А в воздухе я не могу увернуться, но я нажать... Разбивай объекты, чтобы восстановить здоровье в трудную минуту. Спасибо, спасибо, птицы. Я это уже понял. Пойдет. Лишний. До свидания. Наберете. Что такая музыка тревожная? Никого же нет. Тебе помочь нужно, братишка? Нет, ему помочь нельзя. Воу-воу-воу-воу. Еще возродился один чертила из преисподней. На. Наберешь. Не, ну с вороном прям вообще изи. На. Тварь. Не, ну это легко. Это прям легко было сейчас. Восьмой череп. Окей. Вот для чего эти черепа. Для скинов. Что же неплохо. Новая контрольная точка. Спасибо. Так-то лучше. Блин, они так светятся, что и хрен... Ну, хрен пропустишь. Это классно. Это прям очень классно. Так, мне что, сюда? Наверх? Ну, давай, Джеки. Джеки-чан. А ворон не может зацепиться за мою тыкву, и чтобы мы просто пролетели всю эту историю? Мне так прыгать по этим платформам не хочется. Ну, ладно. Раз надо, то надо. Так, блин, неплохо. Даже неплохо. Даже что-то получается с первого раза. Ух. Тихо, спокойно. Отлично. А, замечательно. А вода смертельная? Ладно, не буду проверять. До контрольная точка до этого... До этих прыжков осталось. Не хочется. Опять их пропрыгивать. Братишка, тебе помочь? Может, еще один висит, но это жесть какая-то. Ну, это прям реально не смешно. Так, до свидания. Где-то есть эти вороньи черепа? Есть. Я знаю, что если такая широкая локация, где-то что-то припрятано. Но это всегда было в этих консольных играх старого типа. До свидания. До свидания. До свидания. До новых встреч. Что за зомбяры? Вернее, скелетяры. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно. Тихо. Наберешь. Вот эти, слушайте, атакуют более серьезно. Черепа наколотые на хрен пойми что. Вот так, красиво. Что там стреляло? Что там по мне стреляло? Окей. Это что? Что это такое? Хм, а твоего тела здесь толку не будет. Выскочи из него ненадолго и загляни внутрь. Выскочить из тела? Ну да, твое новое тело лишь бренная оболочка. Используй свою голову. Ух-ух. Постой, то есть ему может сорвать башню? Фу, это отвратительно. Захлопни клюв, птица. Скорее, Джек. Оставь свое тело и пораскинь мозгами. Ух-ух-ух. Так. Я понял, пораскинул мозгами. Ха-ха-ха. Оторвал череп. Вернее, тыкву. Рычаги. Активировать два рычага, но это несложно. Это в прямизе. Так, ты можешь использовать свои корни, чтобы двигаться, прыгать и атаковать. О, меня сейчас тошнит. Хе-хе-хе. Понятно, сюда нельзя. А, толкать можно? Стопэ. Давай сюда вначале. Я понял, сюда наверх тоже нельзя. Значит, нужно вначале этот активировать. А-а-а, я понял. Эта штука уехала вниз, значит, это нужно толкнуть на его место и потом поднять. Но это несложно. Так, окей. Вот. Теперь вот эту историю притолкать туда. А, это легкая загадка. Прямо как загадка. Даже загадкой назвать нельзя. Для детей. Так, окей. Нажал я два рычага. Ага, открыл ворота. Сезам, откройся. Замечательно. Великолепно просто. Пошли. Все хорошо тут. Нет вражин. О, бульончик. Новая контрольная точка. Так-то лучше. Ох, какой супец. Блин, аж супа захотелось. Не могу я. Пьет он этот первичный бульон и все о супе. Думаю о таком наваристом курином супчике. О, Джек, ты что делаешь со мной? Там, там нет ничего под лестницей? Нету. Думал, может скелет опять, вернее, череп ворона. До свидания. Блин, а так, а вот там вижу череп ворона. Атака отсюда прям очень классная. Ага. У вас там много, блядь, я смотрю. Наберете. Воу, это что за крысы? Так, я логово крыс какой-то разбил. Фига. Череп ворона. Ебать, тут ползать нужно будет сейчас. Что тут есть у нас? А, череп ворона. Это не разбивается, ясно. Ясно, Джек. Так, 12 из 20. А, вот нам наверх. Так, окей. И на балку, собственно, конечно. Нет? Блядь. Ну, почти, почти вышел с первого раза. Красиво. Прям паркур. Мирор сэш на минималках. Ага. Так, не сорваться бы. До свидания. Стреляет он по мне. Наберешь. Вон там опять крысиный, крысиная нора какая-то. А как туда попасть? Вон там череп вижу. Ладно, погнали. Должен вот это логово сразу раздраконить. Чтоб не вылезали крыси. Опа, 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 опа. Красиво. Хорошо. Справились. Что-то есть? Нет ничего? Как наверх попасть, блядь? Нету лаза никакого. Ну и ладно. Может, еще как-нибудь получится. Не знаю. Тут везде перегородок толком нет. Так. Шо это такое? Ёбашки! Ты же в курсе, что огонь имеет свойство все поджигать? Блядь, да. Я зря это сделал. Зря быканул. Блин, прям пожар распространяется, слушайте. Прям нехорошо. Окей. Так, договорились. А, все, я понял, как туда залезть. Вот. Вот как сюда залезть, собственно. Вороний череп. 14 из 20, слушайте, неплохо идем. Я так понимаю, это 20 на левел, но вряд ли на всю игру. 20 черепов на левел. Нет, ёбашки, барабушки, ну ты вниз, зачем? Ха-ха-ха-ха. Зачем я вниз шароебнулся? Да ёбашки. Давай. Джек, молодец. На огонь там застрял, он не распространяется, он не бежит за мной, это хорошо. Не надо мне этого счастья. А, вот сюда надо было, не с ящика прыгать, а отсюда. Так. Аккуратно. Хорошо. Блин, не хочется падать заново, подниматься по этому всему. По этой горке ебучей. Так, выпить. Новая контрольная точка. Так-то лучше. Тут что такое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, черти. Блядь, пожар. Ой, Джек, кажется, ты опрокинулся вичу. Да умрим. И что? Мы сгорим теперь? Чувствуешь запах дыма? Надо уносить отсюда крылья, Джек. Беги, Джек, амбар рушится. Ебана. Кто бы мог подумать, что солома и сена так легко воспламеняются? Да, конечно, кто бы мог подумать. Попа, череп. Хорошо. Пока успешно. Так, огонь. Нет, 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 нет. Блядь. Так, великий Джек пал первый раз. Блядь. Ай-яй-яй. Я случайно не доглядел и пробежал вперед немного. Ну ладно, ничего страшного. Так, этот череп уже собран, считается. Хорошо. Собран. То, что камера наклоняется иногда, это немного мешает. Я думаю, в этом и есть задумка. Спокойно. Так. Че амбар такой гигантский? Ни хрена себе амбар. Амбар еще целая. Ой-ой-ой, как узко. Какая узкая железная дорога тут. Куда? Сюда. Ага. Отлично. Так, красиво. Блин, вообще как демоны проходим. Блин. А, если бы тебе давали каждые пени за... Если бы тебе давали пени за каждую смерть, у тебя было бы два пени. А прикольно, после каждой смерти новые какие-то... ...надписи. Это смерть не просто, а вы умерли. Так. А длинный этот лабиринт горящий, я не понимаю. Хорошо. Хорошо. Ворон, давай, ворон. Ворон вообще хорошо, может в любой момент просто улететь отсюда. Какое-то окно. Джек летать не умеет. Так, окей. И куда это я в самое пекло прибежал? А, это финал. Финал нашей катсцены, финал побега. Блин, амбар внешне, снаружи такой маленький, а внутри мы бежали, я не знаю, сколько по нему. Жесть какая-то. Так, ну выбежали хорошо. Ого, Джек, ты тут все разнес, а этого жуткого пугала не видать. Может она ушла в поле? Какого пугала? Где это пугало, кстати? Спасибо, пью бульончик. Ура! Как сказал бы Джек. Сюда зачем, если можно было сразу туда, не знаю. Тихо! Спокойно. А вон там какое-то пугало впереди, кстати. Это не оно? Ворон? Что такое? Череп. Шестнадцать из двадцати. Нормально. Да, вон пугало стоит. А оно двигается, ебать, оно живое. Кто здесь? Покажись. Вот оно, Карр, оно нас убьет. Не накарка, это же самое обычное пугало. А оно меня видело? Прошу, скажи, что нет. Ага, только посмотрите, кто пришел, пташка. Ты за добавкой? Карр, оно увидело меня. Летим, летим, летим. Смотри, перья не обмочи, а ты сейчас упрыгнешь отсюда? Хе-хе-хе. Я слышал, что ты тут околачиваешься, Джек. Мы, глупые монстры, дьяволу больше не нужны, а? У меня своих дел хватает пугало. Если будешь мне мешать, разведу из тебя костер. Дьяволу хватает наглостью доверять работу не нам, а какой-то своей нравной душе? Раз так, мы покажем ему, что вы, ледишки, ни на что не способны. Ни живые, ни мертвые. Я похороню тебя заново, мерзавец. Ты что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слышь, тварюга, блядь. На. Тихо, тихо. А, ты не достреливаешь, если я далеко стою? Дурак. Призвал своих приспешников скелетных. Наберешь. До свидания. А, и цикл продолжается. Ты опять стреляешь, я понял. Лови. В смысле? Хорошо. На, побудки, настучу лопатой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Попал по мне, попал по мне. Согласен, я ошибся. Блин, это тоже снимают неплохо, я вам скажу. На. Ой, дурак. А сколько по тебе раз ударить нужно? Я уже дважды ударил. Это будет три раза или пять раз? Три раза. Красота. У-у-у-у. Какое орудие. Прикольно это. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, это, я так понимаю, мы первую локацию прошли, да? Это был босс. Скупой Джек. Гениальный обманщик, способный обмануть даже дьявола. Вернулся в мир смертных. К Джеку с его новым телом и душой, безжалостно помещенной в гниющую тыкву. присоединились стойкий наставник, сова, и трусливый ворон, вынужденный защищать его от врагов. Но время игры веселья подошло к концу. Джек и его спутники ночью должны приступить к выполнению своей миссии — убийству волшебников. Джек, успевший привыкнуть к новой оболочке, по наставлению совы отправляется к возвышающейся вдали горе. В самом сердце горы, скрытое среди тоннелей древнего рудника, лежит могущественная тайна. Что за тайна? Ой, блин, аж горлом начало першить. После того, как я долго голосом Джека говорил вот этим «Э, ворон!» Встает горлышком. Так, ну что ж, мы успешно прошли первую миссию с вами, первую локацию. Я не знаю, буду ли я проходить эту игру дальше, я хотел сделать, скорее всего, односерийный выпуск по ней. Односерийный летсплей. Посмотреть, что она из себя представляет, показать ее вам. Я думаю, что, в принципе, игра довольно интересная, хоть это заточено под консоли и геймпады по большей части, но с клавиатурой и мышкой, оказывается, тоже играть в нее удобно. И история забавная, рисовка очень крутая. Не знаю, мне вот такая стилистика нравится. Оно мне напоминает детство, игры на втором PlayStation, на Dreamcast, на первом Xbox, по-моему, он 360 назывался, не помню, короче, неважно. Вот такая вот игрушечка. Посмотрим. Может быть, я не обещаю, может быть, будет еще по ней серии, но вряд ли. Если она вам зайдет и понравится, и вы мне напишите, хотим еще, запишу. Если нет, то, увы, нет. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.